Когда вы осуществляете запись в режиме паттерна, вы можете работать с несколькими секциями. Например, у вас может быть секция А, созданная для вступления, секция Б для припева, а секция С для сбивки или гитарного соло. Сейчас я вам продемонстрирую все это в реальном времени. Небольшая деталь. Я начну с перформанса. Для чего? Я выберу перформанс, затем буду делать записи в паттерн. Создам несколько секций и последним этапом я сконвертирую все записи в MIDI-файл. Все это можно применять в том случае, если на начальном этапе вы не совсем точно представляете себе структуру вашей будущей песни. А этот метод позволит вам экспериментировать с различными комбинациями секций, что сильно поможет вам создать нужный каркас песни и сохранить его в MIDI-файл. Все это является огромным преимуществом рабочих станций Yamaha. Итак, у меня выбран перформанс. Сначала я немного изменю темп, для этого я перехожу к настройке темпа арпеджиатора. Примерно вот так. Мне нравится. Я нажимаю кнопку Record, выбираю пустой паттерн. Например, под номером 22 я собираюсь записать 4 такта. Как и раньше, я включаю автоматическую запись при нажатии клавиш. Это будет секция А. Как я уже рассказывал ранее, MOX автоматически останавливается, копирует запись в паттерн и включает режим паттерна. Я нажимаю кнопку Play, и вот моя запись. Теперь я хотел бы записать секцию B, которая будет идти вслед за секцией А. Для этого мне необходимо вернуться в перформанс. Также я хотел бы изменить партию барабанов. Выбираю другой образец арпеджиатора, и теперь у меня более мощные барабаны. Именно их я и запишу в секцию B. Нажимаю Record, и вместо секции А я выбираю секцию B. И приступаю к записи. Разумеется, по окончании 4 тактов он останавливается. Как видите, теперь у меня записаны 2 секции. Как мне их выбирать? С помощью кнопки Pattern Section. Я нажимаю ее, и теперь эти кнопки используются для выбора секций. Итак, у меня имеется секция А. И секция B. Всего 2 записанные секции. Теперь я сделаю вот что. Я задам порядок расположения этих секций. Скажем, 2 такта секции А, а затем 8 тактов секции Б. Причем этот порядок я сохраню. Каким образом? В режиме цепи Chain Mode. Вот здесь имеется кнопка Chain. После ее нажатия я могу перейти в режим записи. Переключать секции в реальном времени, и MOX будет запоминать эти изменения. Итак, я перехожу в начало, нажимая кнопку Record, а затем кнопку Play. Начиная с этого момента, MOX будет запоминать мои действия. И теперь он будет запоминать все. То есть в данном случае под записью подразумевается лишь последовательность секций. Я нажимаю кнопку Play. Вы заметили, что MOX автоматически переключился? Как мне теперь сохранить все это в MIDI-файл? Я нажимаю кнопку Edit и перехожу к разделу Song. И если я нажму Song, то в самом верху увижу функцию Convert to Song. С ее помощью я превращу в композицию все то, что до этого момента записал. Теперь мне лишь нужно выбрать номер композиции. К примеру, номер 14. Больше ничего делать не нужно. Я нажимаю кнопку Enter. MOX спросит, уверен ли я в этом? Конечно же уверен. Сейчас MOX конвертирует паттерн в композицию, сохраняя ее в виде MIDI-файла. Все, я перехожу в режим композиции Song Mode, выбираю композицию номер 14. Вот и она, та самая последовательность. Теперь вы знаете, как можно записывать различные секции паттернов, используя при этом режим перформанса. Я показал вам, как можно задавать последовательность секций и как эту последовательность перенести в MIDI-файл. Все эти широчайшие возможности MOX позволяют полностью реализовать ваш творческий потенциал.